В Узгенском районе вновь активизировались оползни в селе Нички-Сай. Земляная масса накрыла три дома. К счастью, обошлось без жертв. В результате проливных дождей размытая дорога, проезд закрыт. Напомним, первый оползень в селе Нички-Сай сошел 26 марта. В результате погибла семья из шести человек. Более ста семей были эвакуированы в безопасные места. Репортаж Гульбара Кинджеевой с места событий. Проливные дожди, прошедшие на прошлой неделе, активизировали оползень на въезде в село Нички-Сай Аильного округа Зергер. Его движение началось утром, рассказывают местные жители. На пути оползня оказались несколько домов. Руководство Аильного округа срочно организовало их эвакуацию. И, как оказалось, вовремя. Через несколько часов огромная земляная масса объемом 120 тысяч кубометров погребла под собой три дома. Оползень остановился в нескольких метрах от дома Мамасалиевых. Здесь земляная масса перекрыла протекающую рядом речку. Уровень воды резко поднялся и начал подтапливать дом. Хозяев пришлось срочно эвакуировать. На помощь пришло почти все село. Все вещи отвезли к родственникам. Собрались было и дом разобрать, да решили повременить. Когда оползень перекрыл речку, мы думали, что наш дом полностью затопит. К счастью, речка нашла выход, и уровень воды упал. Но вода полностью смыла искусственный водоем с рыбой. Сошедший оползень повредил линии электропередачи. Соседнее село осталось без электричества. Аварийная бригада электриков уже приступила к ремонтно-восстановительным работам. Им предстоит передвинуть столбы и провести новую линию электропередачи. Наш трансформатор находился на той стороне, где началось движение оползня. По сигналу местных жителей сюда прибыла аварийная бригада. Они успели перевести трансформатор в безопасное место. Сейчас без света остаются 45 семей. Электрики тянут туда провода. 15 семей, эвакуированных с данного участка, пока расселены у родственников. Помимо них, более 200 человек проживают в палатках и подвале местной школы. Руководство района ищет безопасные участки земли для отселения людей из зоны риска. На сегодня по Ильному округу Зергер мы отселили в безопасные места 196 семей. Им предоставлено временное жилье. Между тем, на месте работает комиссия из 11 человек. Они выясняют, кому в первую очередь необходимо выделить земельные участки и суды. Мост через реку смыт, дороги перекрыты. В связи с чем пришлось закрыть две местные школы. Детям до школы просто не добраться. Единственная дорога, связующая селонечки сай с большой землей, в результате схода оползней пришла в аварийное состояние. Временная дорога, построенная чуть выше, была размыта проливными дождями и в настоящее время тоже представляет большую опасность. Теперь этот участок, дороги можно преодолеть только на лошадях или же с риском для жизни пешком. Те, кто не рискует идти по оседающему полотну, делают большой крюк по вершине холма. Нам придётся пройти километров пять. А что делать? Другой дороги нет. Вчера у одного парня заболела мать. Так он её на руках перенёс. Здесь-то больницы нет. Скорее бы другую дорогу сделали. Над этим местные власти тоже работают. Но найти более-менее безопасный участок здесь совсем непросто. Почти 80% земель Нички-Саи занимают оползни.